Добрый день! Очередное исследование по поводу готовности российских врачей тратить деньги на покупку специализированной литературы, журналов, оплату подписок электронных изданий и так далее. Так вот, почти половина российских врачей тратит на покупку специализированной литературы, журналов, книг и оплату подписок электронных изданий менее 5000 рублей в год. Каждый пятый сообщил, что не имеет такой статьи расходов. Большая часть специалистов серьезно ограничена в бюджете, который они тратят на самообразование, в том числе покупку специализированной литературы, подписку и т.д. Около 15,5% расходуют на эту статью меньше 1 тысячи рублей в год, еще 29,8% — 1-5 тысяч. Расходы 5-10 тысяч в год, сопоставимые со стоимостью годовой подписки на одно специализированное издание, могут позволить себе 15,8% врачей. Только 18% специалистов имеют возможность тратить на самообразование более 10 тысяч рублей. Ну, тут дальше опрос и рассуждение на тему того, что тут хорошо или плохо. Естественно, плохо. Но я бы все-таки, наверное, не так бы сильно акцентировал внимание на именно платных каких-то ресурсах. Хотя, конечно, это очень классно получать такой тяжелый, напечатанный на хорошей, дорогой, нежелтой бумаге журнал со статьями. Спокойно его посидеть, почитать там в кресле-качалке и т.д. Другое дело, что врачу в кресле-качалке сидеть особо негде, некогда и негде. Вот. Ну, как правило. И, в принципе, вот я бы сказал по моим наблюдениям, конечно, журналы это хорошо, но сейчас доступность и возможность доступа к разнообразнейшим электронным средствам информации, в том числе и профессиональным, она позволяет действительно минимизировать эти расходы. Правда, боюсь, что в данном исследовании все-таки речь в большей степени шла о том, что люди не только не готовы тратить деньги на самообразование, но они и в принципе не особенно готовы им заниматься. Ну, кроме того, что от них требуют в принудительном порядке, там для прохождения аккредитации набора зетов, баллов таких специальных зачетных единиц. Вот. Поэтому, конечно, ну и естественно, да, естественно, что подписка на хорошее дорогое издание стоит недешево, хорошая книга стоит вообще дай боже, и, к сожалению, к сожалению, даже если у тебя есть возможность оформить подписку, то получать это издание ты будешь с изрядным опозданием, ну, а тем более сейчас ты, скорее всего, вообще можешь и не получать. Поэтому, я думаю, у нас сейчас особо вариантов нет. Надо всячески стараться развивать электронные базы данных, электронные ресурсы, которые позволяют врачу быстро знакомиться с новейшей информацией. Это, в принципе, вполне возможно. То есть, даже тот же самый подметок охраны, они даже в бесплатном формате вполне позволяют, так скажем, актуализировать свои знания, ну, а по тем моментам, которые не до конца ясны, уже углубляться. Почему, собственно, в наших отечественных ресурсах такого плана нету, вот это, конечно, несколько огорчительно, потому как, опять же, повторюсь, что у нас есть специальные неинформатизации здравоохранения. Правда, недавно как раз было видео по поводу несколько кривоватой информатизации. У нас есть научно-практический центр, не помню, менеджмента информатизации здравоохранения в Москве. То есть, у нас есть крупные организации с хорошими бюджетами, которые занимаются как раз, казалось бы, информатизацией и цифровизацией здравоохранения. Но, тем не менее, допустим, как предложение, да, чтобы не говорили, что я только вот критикую и поливаю грязью наши замечательные НИИ НПЦ, вполне можно было бы в каждой больнице на пятиминутке прогонять короткие, пятиминутные буквально, ну, вот в рамках, в формате, допустим, таких видео, как я делаю, но только с профессорами там, докторами, ведущими специалистами, по именно новинкам в тех или иных отраслях. Если крупные, крупные больницы, крупный госпиталь, можно это разнести по отделениям. И каждый день человек бы, специалист, получал новую актуальную информацию, не в виде рекламы новейшего антидепрессанта, венлофоксина, да, а именно обзор новостей по своей специальности, ну, либо там по нескольким специальностям, что, кстати говоря, тоже было бы очень полезно. Когда вот я работал в госпитале, у нас иногда это практиковалось, но, правда, не всегда в полной мере, так скажем, получал участвовать, потому что приходилось слишком много бегать по делам отделения. Но, тем не менее, возможность пообщаться с совершенно другими специалистами в других областях медицины, она, в принципе, всегда полезна. Поэтому, поскольку сейчас почти все можно перенести в цифровое поле, то, на мой взгляд, здесь колоссальный ресурс для самообразования и непрерывного образования врачей. А не в том, чтобы сидеть и смотреть, когда на окошке, на мониторе всплывет окошко, которое надо нажать и подтвердить, что ты сидел перед компьютером. Ты при этом там мог заниматься чем угодно. Так что вот так вот. Информатизация это хорошо, но хотелось бы, чтобы она была чуть-чуть более ориентирована, собственно, на конечного потребителя информации. Дополнительную, опять же, простите за тавтологию информацию, вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok